Уважаемые коллеги, мне особенно приятно вступать на заседание Терапевтического общества города Москвы. И прежде всего я хотел бы отметить ведущую роль моего учителя, человека, который много лет ходил в правление Терапевтического общества Москвы, Валентина Ивановича Покровского. 29 октября, годовщина со дня смерти Валентины Ивановича Покровского. Это был выдающийся человек, и здесь представлены его высказывания, основные высказывания его на актуальные темы. Но прежде всего он говорил, что роль инфекции в современной патологии возрастает. Это является главной особенностью нашей действительности. Часто новые инфекции регистрируются, возрождаются старые инфекции, выявляются инфекционные истоки тех заболеваний, которые прежде считались неинфекционными. Вирусы живут и будут жить, и мы будем к ним приспосабливаться. Каждая из нас носит сердце на путстве своего учителя, а потому и вечно традиция российской медицины отдавать больному все силы своей души. Ну и дальше Валентина Ивановича говорила о том, что сброситесь на памятник медикам. Но, слава богу, уже сбросились и памятник воздвигнут недалеко от Сеченовского университета. Ну, я хотел сказать, что большинство инфекционных болезней не регистрируется. В этом основная проблема. Вы видите, в развивающих странах регистрируется только 10%, в развитых даже 40%. Причем вот в Российской Федерации 50% только инфекционных заболеваний регистрируется. Есть редкие, есть частые, которые не регистрируются в настоящее время. Есть претензии к МКБ-10, сейчас будет МКБ-11, но, по-моему, по части инфекционных болезней там ничего не изменилось. Мы всегда опаздываем пересматривать вот эту международную классификацию болезней. Ее структура не отражает новые возникающие ситуации. Вот, например, в Великобритании только 4% инфекционных болезней находят конкретное отражение. В специальном разделе МКБ-10 не включается в официальную регистрацию. Это данные Всемирной Организации. Ну, хотел обратить внимание, что, как и вся патология, она эволюционирует. Но особенно быстро инфекционные болезни у нас преобладают внутриклеточные возбудители. Раньше были внеклеточные. Может, мы не могли их диагностировать, но вот так. Новые возвращающиеся инфекции. За последнее время несколько десятков новых инфекций. Вот COVID-19, другие заболевания. Изменяется структура. Множественный механизм пути распространения инфекции. Затяжной и хронический характер инфекции. Раньше считалось, инфекция острая начинается, пройдет и так далее. А сейчас все становится годами тянется инфекция. Превалируют условно-патогенные заболевания. Частое сочетание с предшествующей патологией увеличивается частота микс инфицированных. Атипичное течение известных инфекций. Снижается терапевтическая эффективность. Мы видим на примере того же COVID-19 и так далее. И снижается эффективность вакцинации. Раньше, если вакцинировали, допустим, от ОСПО, на всю жизнь. Сейчас нам придется вакцинироваться через несколько месяцев повторно. Ну вот тут представлено на этом слайде. Вы видите, эволюция возбудит, эволюция популяции. Человек меняется. И изменяется, естественно, окружающая среда. Движняя сила эволюции. Это, прежде всего, глобализация. Рост народа населения. Сейчас уже подбираемся к 8 миллиардам населения на Земле. Сельское хозяйство интенсифицируется. Изменяется климат. Все это имеет место. Ну вот здесь более подробно. Каждый из этих пунктов более детально представлен. Чтобы представить, как эволюция современного процесса при заболевании на примере пищевых путем передачи. Хотя такая же эволюция есть при заболеваниях с другими путями передачи. Ну вот возбудители. Появляются новые виды, изменяются свойства. Антибиотикорезистентность. Особенно кишечных, возбудители кишечных инфекций. Повышается токсигенность. Активизируются биологические свойства бактерий. И геномодифицированные микроорганизмы сейчас применяются. Они тоже влияют. Сопрофиты и так далее. Ну, по эволюции человека мы с вами все знаем, что население стареет. Много людей с повышенной чувствительностью к возбудителям инфекций. С пересадками органов и так далее. Все это меняется. Защитные барьеры меняются. Нарушаются локальные барьеры и так далее. Ну, а что говорить об изменении окружающей среды? Фактора передачи за счет этого меняется. Переносчики другие, более активные и так далее. Социальные факторы, которые тоже окружают человека и влияют на эволюцию инфекций. Вот тут, например, эволюция микробов. Этиологии изменяются, появляются новые. Ну, вот я уже об этом говорил. Изменяются патогенные свойства известных возбудителей. Чувствительность микроорганизмов к воздействию факторов окружающей среды. Этонарезистентность. Кинотипические и фенотипические характеристики, которые мы можем определить при специальных исследованиях, они тоже меняются. Вот наиболее такая известная проблема. Она, можно сказать, избитая. Это антибиотикорезистентность. Ну, я только мазками покажу, потому что на эту тему можно отдельно лекцию читать. Вот здесь показано потребление антибиотиков и уровень антимикробной резистенции в ряде стран. Тут видны развитые страны. И Испания, и Франция, и так далее. Португалия. У них даже больше, чем развивающиеся. То есть эти антибиотики еще не успели применять или применяют устаревшие антибиотики, не такие быстро меняющиеся резистентностью. Здесь это представлено ярко на этом слайде. Вот и существуют резервуары резистентных бактерий. Это и внутрибольничные возбудители, и небольничные. И теперь больница часто является источником попадания в больницу, является источником инфекции. Ну, представлены основные возбудители. Мультирезистентные. Стофилокококлорелус, квастриди-дефили, другие гемофилы инфлюенсы. Мы видим тут многие это возбудители, да. Ну, вот что я хотел сказать, что да, определяет устойчивость. Но неважно, другая особенность, это антибиотикотолерантность. То есть это бактерии, которые привыкли жить с антибиотиками, при них живут. И это большая проблема, потому что как раз они формируют биопленки, эти возбудители, которые антибиотикотолерантны. Вот здесь представлено конкретно, когда процесс весь, так называемый, появляется персистерой, то есть бактерии, которые длительно существуют, в любой момент оживляются, какое-то количество живет. То есть очень важно знать эту антибиотикотолерантность, потому что часто при хронических инфекциях она определяет исход болезни. Здесь представлен процесс, вот аурубинозы здесь представлены, персистеры, образуются биофильм, биопленки, организуются антибиотикотолерантны. И наши ткани обогащаются, и появляются хронические инфекции устойчивого к лечению. Часто это полость рта, в области зубов, желчный пузырь и так далее. Очень много тех мест, где существуют вот эти пленки, и пленки оказывают существенное влияние, являются основанием для хронических воспалений, которые лежат в основе не только инфекционных, но и терапевтических, и ряда других заболеваний. Ну вот распространенность лекарственной. Да, здесь представлен слайд, который показывает, что помимо антибиотикорезистентности бактерий, у нас огромное количество вирусных инфекций. Надо сказать, что 90% инфекций считается это вирусной. Вот вирусной резистентности вирусов к лекарственным препаратам до сих пор в настоящее время еще толком никто не занимается, не занимается. Вот исключение вставляет ВИЧ-инфекции, при которой люди до сих пор не излечиваются полностью, и поэтому им приходит всю жизнь находиться на лекарствах, и растет понятная лекарственная устойчивость вируса иммунитет человека к новым препаратам. Поэтому каждые несколько лет, а то 5-6-7 лет, и надо уже менять лекарства, которые будут помогать больным ВИЧ-инфекцией. Вот видите, показано на примере 215 исследований, особенно сильно это в Соединенных Штатах, там больше 20%, поскольку они первые начали применять противовирусную, антиретровирусную терапию, и к ней наблюдается уже резистентность. Вот, ну здесь представлены резистентность к основным препаратам, ингибиторы протеазы, ингибиторы, значит, других, другие компоненты, при первичной лекарственной устойчивости к этим препаратам. Вот она выявлена уже в 11%, в 11% больных была, но это данные несколько уже устарели, вот 17-й год, в настоящий момент суммарная распространенность лекарственной устойчивости к классам, она значительно выросла. Непрямые ингибиторы обратной транскриптазы, здесь представлены к ним вот прямые и непрямые ингибиторы. Так, вот новые штаммы, новые штаммы SARS. Вот мы знаем, SARS появился, новые штаммы, вот мы говорим о дельташтаме, новый штамм появился, который существенно изменил, но мутации будут продолжаться, да, и сейчас появляются в Англии новые мутации. Ну, это вот было показано в примере воздействия на возбудители и лекарственные устойчивости. Другая проблема – это климат. Мы видим, что идет потепление на Земле, увеличивается температура, не все с этим согласны. Некоторые говорят, что идет, наоборот, похолодание будет и так далее. Ну, вот мы видим, что на земном шаре где-то это изменилось практически чуть больше, чем на градус. А в России, особенно в арктических регионах России, потепление идет более сильное, более сильными темпами. И там уже практически потепление на 2 градуса, даже больше, чем на 2 градуса. Ну, вот. Ну, и с этим связаны природные катастрофы, инфекции. Вот было землетрясение, где мне пришлось работать в 93-м году в Индии. Там это случилось после наводнения. После наводнения было землетрясение, и грозуны, все отложения грозунов, токсичные, которые были, они выплывали на поверхность. Была произведена работа по обработке этой почвы, и в результате появился разольный возбудитель. Разольным путем возбудитель легочной чумы в 94-м году вызвал большое количество заболевших, причем 80% больных легочной чумой первые 3 дня умерли. В России наводнения у нас каждый год. Вот наводнения на Северном Кавказе были значительные. В Крымске наводнения в 2012 году. Дальше вот в Хабаровске, в Краснодаре в этом году несколько было. И так далее много. В Гаите. В Гаите в результате наводнения случилась эпидемия холеры, где заболело огромное количество больных. В США тайфуны каждый год. И поэтому Флорида, Южные Штаты и Соединенных Штатов, они ежегодно подвергаются воздействию тайфунов. В результате именем место ранения, гангрены, септические осложнения, повреждения кожных, слизистых оболочек. Вот пример Гаити. Вы видите, это небольшая страна, где всего 13 миллионов населения. Вот в 2016 году там 28 600 больных было. В отдельные дни, вы видите, там поступало до 500 тысяч больных в одно судное. И кроме того, в соседние страны, в частности Доминиканская Республика, куда ездят наши туристы, вот в 2016 году было более тысячи больных. Все это в результате вот сильного наводнения и других катастроф. Вот Катрину, известный ураган, на юге Соединенных Штатов. И в результате мы видим инфекции мягких тканей, микротизирующие фосцеид, с разложением, и септическое течение уже вызвано вибриололнификус в период урагана. Люди длительное время находились в водной среде, под давлением и так далее, под обломками. Вот вибриололнификус в теплой воде, это такой либрион, который очень часто сейчас вызывает септическое поражение поверхностных тканей. Другой пример, грибковое поражение, некротизирующий мукомикоз у пострадавших от айфуна в Миссури. Вот, очень сильно выраженный, с разрушением ткани. Погодная аномалия с 16-го года случилась, когда на полуострове Ямал температурная аномалия была. И в июле там было 18 градусов и так далее. Температура веса плюс 18 градусов в отдельных регионах. В результате были оживлены замерзшие сибиреязвенные скотомогильники, которые раньше не исследовались. И вот, допустим, да, в результате олени, пастбищные олени, они рыли эти зоны почвы скотомогильниками. Заражение оленей, гибель большого количества оленей. Люди, которые управляют продукты летнего водства, они тоже заразились. Вот здесь показаны как среднесуточная температура воздуха в эпицентре сибирской язвы в июне-июле месяцев 2016 года. Вот это 2000-16 год. Ну вот красным здесь показано как раз в 16-й год наивысшая температура в этих регионах. В результате имел место очаг сибирской язвы, где 36 случаев заболеваний сибирской язвы, в том числе летальные исходы, 18 у детей имел место. Большое значение изменение климата имеет на жизнедеятельность комаров, клещей и других переносчиков, от которых зависит распространение инфекционных болезней, природно-очаговых инфекционных болезней. Вот видно, что такой есть тигровый комар Аэдос Альбопиктус, очень распространенный. Его расширили, мы видим, по влиянию климатических факторов и других особенностей. Расширился ареал этого комара в мире 70-го года по настоящее время. Вот здесь красным показано, как расширяется, зеленым было ограничено, вот он охватил Австралию, Южную Азию, дошел до Соединенных Штатов, где он раньше был. Сейчас есть данные, что на юге России, в районе Сочи и так далее, Новороссийска, этот комар тоже широко распространен. Вот как тигровый комар оккупировал Европу. Вначале он туда попал из Японии с шинами, шинами покрыли, шинами, которые длительно хранились, там накапливается вода в этих шинах, вот там удачная обстановка для жизнедеятельности тигрового комара. Вы видите, постепенно началось, сначала завозили в Албанию, в Италию, постепенно нападал, и сейчас он один из самых деминирующих передатчиков многих заболеваний, вирусных заболеваний лихорадки западного Нива и других болезней. Вот тут видно герографическое распространение комаринных, так сказать, комаринных инфекций. Это Денги, где болеют миллионы людей, и Чикунгуни, лихорадка, ЗИКО-вирус, который сильно влияет на демографию, поражает беременных. Вот здесь показаны зоны распространения. И, ну, вы говорили о окружающей среде, вот здесь представлены факторы, которые зависят от восприимчивших человека. Ну, прежде всего, это нарушение иммунитета, особенности пищевого поведения, комарбидность, это хорошо известно терапевтам. В инфекционной патологии это называется комарбидность микс инфекции. Особенность сексуального поведения, очень много инфекций, передающихся половым путем, профессиональное особенность, социальное поведение, трансплантация органов и ткани, при недостаточной проверке этих трансплантатов имеет место распространение инфекций. Вот исходы, да, ну вот если говорить об иммунитете, тут очень много неясного, как мы видим на примере ковида с иммунитетом, также на примере других инфекций. То есть, когда раньше были большие пандемии гриппа и умирали, говорили, люди со ослабленным иммунитетом обязательно умрут, это будет катастрофа. Ну вот в девятом-десятом году у нас уже на земле было много больных ВИЧ-инфекций, СПИД был широко распространен, и был такой прогноз, что вот эти все больные ВИЧ-инфекции, их не надо лечить, они все умрут, потому что пришел грипп, тяжелый грипп, пандемия девятого-десятого года, и эти люди погибли. Произошло все абсолютно в другом аспекте, что свидетельствует были в Чили, в резервуаре, ну в таких каких-то зонах, где было очень много больных, лечились больные ВИЧ-инфекции, был с ним медперсонал, медперсонал прививался, принимал препараты и так далее, защитные от гриппа. Ну а вот больные, было 31 больной ВИЧ-инфекции, все пациенты, они начали принимать, но позже 48 часов препаратов, считается после 48 часов препараты уже не действуют, вот они принимали уже потом. Никому из этих никто не делал вакцинации, никому из этих пациентов не потребовалось ИВР, ИВЛ, никто не умер, если у них был грипп, он протекал очень легко, несмотря на то, что у них имеется дефицит каких-то компонентов иммунитета, но кто не знает как, и почему ВИЧ-инфекционные ВИЧ-больные сейчас вполне могут вакцинироваться, то здесь много неясностей с иммунитетом. Ну вот другая ситуация, которая очень важна, это статистика голода. Мы видим, что 821 миллион человек в мире каждый день ложится спать голодным. Значит, 4,5 миллиарда имеют недостаточный вес на земле, ну, истощение у 47 миллионов детей и так далее. То есть очень много, да, полтора миллиона детей умирают в мире, полтора миллиарда детей умирают в мире только из-за того, из-за голода, из-за нарушения питания и так далее. Имеется связь прямая между инфекциями, недоеданием у детей. Здесь представлены данные диареи, конечно, в большом количестве прежде всего, но также пневмония. Вот исследовали большое количество. Вот в Колумбии нашли, что даже дети, если умеренно голодают, не полностью голодают, то и то у них наблюдает отягощенное течение пневмонии, особенно у детей до 5 лет, раннего возраста. Да, с другой стороны, около 2 миллиардов человек в мире имеют избыточную массу тела, то есть каждый четвертый, и ожирение у них наблюдается. Вот, но считается, что клиническое ожирение отмечается более чем у 600 миллионов человек, где масса, индекс массы тела выше 30 килограмм на метр квадратный. Особенно сильно это в Соединенных Штатах, ну и в России тоже не меньше, видите, 50 процентов лиц имеют избыточную массу тела, и у нас очень много больных, которые большая проблема лечения инфекции, развития инфекции, лечения таких больных с избыточной массой тела и с выраженным ожирением. Вот показаны карты России по оживению, видите, отдельные регионы, более интенсивные здесь, где жир, где мясо, тут можно определить. Вот, ярко это особенно изучалось, проводили мы специальные исследования, когда характер течения гриппа и осложнения при гриппе зависели от избыточной массы тела. Здесь вот на этом слайде все это представлено. Вы видите, если избыточная, если индекс массы тела более 35, то значительно чаще, в 3 раза, в 2,5, в 3 раза чаще, у них бывает тяжелое течение, и в 2 раза чаще осложненное течение гриппа с очень нередкими летальными исходами. Ну, то же самое при COVID-19 сочетании с ожирением. Здесь показано, что при индексе массы тела до 40 килограмм на метр квадратный смертность в возрастной группе молодых людей 35-40 лет возрастает в 6 раз, в возрастной группе даже 25-30 или еще чаще, 12 раз и выше, чем у людей, которые не имеют ожирения и не имеют такую большую массу тела. Риск госпитализации возрастает. На 70% они чаще попадают в реанимацию, летальный исход чаще бывает на 45%. Ну, большая проблема на Земле, это чем мы дальше будем питаться, потому что опять все это влияет на наши пищи, на какие у нас будут заболевания и так далее. Здесь представлены данные к демографии питания в мире, как я уже говорил, скоро будет 8 миллиардов на Земле. И если бы было вегетарианское меню, то нам бы хватило полностью без проблем на 6 миллиардов. Да, ну, поскольку люди все-таки едят мясо, и вот, но если доля мясных котлет увеличится на 15%, то их хватит уже на 4 миллиарда. А если животноводство увеличится еще на 15, то хватит на 2,5 миллиарда тока. Согласно прогнозам, к 50-му году потребление продуктов питания по сравнению с 12-м годом из-за роста населения Земли удвоится. А здесь видно на этом слайде представлено, что да, люди развивающиеся в развитых странах несколько чаще продолжают чаще есть мясо. Вот по сравнению с 83-м году, в 2020-м году все-таки больше ели мяса. Но еще больше едят мясо, которое до него дорвались, люди развивающиеся в странах. Раньше им не хватало, теперь они накинулись на мясные продукты и с усилием употребляют их. Но какое мясо употреблять можно в странах, где ни разу нет животноводства, где трудно разводить животноводство, затраты большие и так далее. Здесь люди часть всего едят мясо диких животных. Ну, это вот в Африке и так далее. Вот видно, это охотник Агузьяма, поймал, который он будет есть. Да. И вот надо сказать, что примерно миллиард тонн мяса диких животных каждый год едят в Центральной Африке. Только в Центральной Африке миллиард тонн мяса диких животных. Что это? Это вот летучие мыши, крысы и так далее. Мыши некоторый сорт, обезьяны, понятно, и другие животные, крокодилы, сорт, другое мясо диких животных потребляет население этих стран. Мясо, которое, конечно, не проверяется, содержится какие-то инфекционные факторы или нет, это неизвестно. Вот эти, слава богу, эти летучие мышки, они еще поджарены были. Здесь показано продажа их. В результате что мы имеем? Вот эпидемия лихорадки Эбола, наиболее так показательный момент. Чаще бывали другие инфекции, которые не регистрировались, но здесь уже была большая эпидемия, где заболело 28 тысяч случаев было. Лихорадки Эбола, это Западная Африка, Гвинея, Сьерра-Леона и Либерия, из них 11 тысяч закончилось летальным исходом, почти 40%. Вот, она продолжалась очень долго, она продолжалась, три года почти, сейчас снова имеются случаи эти. Завозы лихорадки Эбола, вроде, так сказать, этих мышек кушают в Африке, а вот лихорадка Эбола всем стран была зависена, в основном международными деятелями, которые работали на эпидемии лихорадки Эбола. Ну, это видно в Азии, как потребляют кровь, настывшую кровь птиц, птицоводство развивается сильно, в Южной Азии и так далее. И дальше сотрудники нашего посольства в Вьетнаме тоже употребляли вот эту холодную кровь так сказать, больных птиц. В результате вот свежая кровь лодки продается в ресторанах в Вьетнаме, да, в результате мы имеем птичий гриб, птичий гриб, который распространяется. Вот была такая в 2003 году атипичная пневмония была. Началась она в Китае, люди ели Цвету, такую вот кошечку ели, но вот они съели Цвету, а люди, несколько людей в Канаде в результате этого умерли от атипичной пневмонии, Сарс. Вот в 2003 году она распространялась даже на Бразилию, на другие страны, завозы в Австралию было, съели в Китае, а полмира было поражено. Да, ну вот такая же ситуация хендровирус, который вызывает очень тяжелый энцефалит, он часто распространен во многих странах Южной Азии, и здесь вот представлено как собирают пальмовый сок, как у нас березовый сок, вот так собирает в эти емкости собирает пальмовый сок, но в этот же пальмовый сок, который долго, так сказать, собирает, в него испражняются летучие мыши. Вот этот человек ходит в население, продает вот этот пальмовый сок, в результате очень часто наблюдается инфицирование людей. Люди едят, здесь на этом слайде представлены у нас на Севере, едят сырое оленье мясо, пьют сырое болею кровь, вот следствием чего и была сибирская язва и так далее. Если это непроверенное мясо инфицировано, то могут быть различные инфекции. Вот новые технологии возбудительных заболеваний в пище. Здесь хорошо представлено, что сейчас у нас пастеризация, сушка, транспортировка. часто дают различные удобрения, которые тоже приводят к тому, что загрязняется наша пища. Я уже не говорю об антибиотиках, потому что дают животным антибиотики, как правило. В результате мы видим, что активация биологических свойств, резистентность появляется, появляются новые виды возбудителей, энтоксигены, эшерихи, эколи, прионы, была большая эпидемия прионных болезней, вирусы тоже такие новые появляются. И воздействие на микрофлору здесь также представлено, здесь продолжение этого. Это элистерия моноцитогена, которая раньше была редка, компилобактер, эшерихи, эколи, энтеротоксигены. Вот эти все прионы появляются новые, они все появились после того, как появились новые технологии обработки пищи. Причем уже и менингит, не только поражение желудочно-хешечного тракта, аборты, гемолитико-ремические синдромы, реактивные артриты, все это не связано с потреблением пищи, содержащей вот эти измененные бактерии. Известна бычья мозговая энцехлопатия, болезнь крецкого якобы, которая распространялась через международную торговлю в том числе, потому что крупного рогатого, на питание крупного рогатого скоту давали отходы от погибших животных. В результате вирусы инфицировали развившиеся погибших животных от прионных, они инфицировали большое количество мясных продуктов, кровь, кровяное, костяную муку и в том числе даже животную ткань, которая используется в биологических экспериментах большое количество людей, здесь стопроцентная летальность и украшает всему миру. Здесь показано, что мясо делает клетки человека уязвимыми для кишечной палочки, то есть характер кишечной инфекции, развивающий у людей, зависит от того, какой продукт они потребляют. Есть такая особая энгликалил нейроминовая кислота, которая накапливается в клетках людей любителей мяса. Энтерогеморрагическая или шепотоксигенная кишечная палочка, они как раз избирательно поражают людей с наличием в их клетках указанной сиаловой кислоты. Поэтому чаще у них будет цитоверотоксигенная кишечная палочка. Мы видим, что скорость распространения инфекционных заболеваний резко возросла. Здесь показано, в связи с транспортами, глобализацией и так далее, дни были от момента передвижения значительного, где-то это измерялось месяцами и раньше передвижения. Сейчас это измеряется часами, когда можно на самолете быстро. Растет число населения и ежегодно из России выезжают, ну, уже, может, сейчас меньше, 44 миллиона человек выезжало. В России 25 миллионов приезжают. Всего год границ своих государств пересекает 10 миллиардов человек, население 8 миллиардов, а 10 миллиардов пересекает границы. И все это ведет глобализация инфекционного процесса. Вот яркий пример Хадж, который был, когда огромное количество людей, не только местных, синим обозначенного, коричневым людей, которые приезжают изо всех регионов. Слава Богу, сейчас их проверяют, раньше их меньше проверяли. Видите, какое столботворение, где уж говорить тут о социальной дистанции и так далее, когда большое количество людей, они не применяли маски, и результатом явилось появление новой разновидности менингита, появилась на эсерии менингит из серогруппы W-135, особая, которая раньше не встречалась, и распространение, заражение первичный очаг был в Саудской Арабии, затем распространилось на менингитный поезд в Африке, другие страны, включая Россию. Вот видно, когда в 2015 году большого количества мигрантов приехало в Европу, видно, что в Мюнхен за один день приехало больше 13 тысяч, в один день на вокзал, только на один вокзал Мюнхена приехало более 13 тысяч одновременно мигрантов. Видите, как это могло сказаться в тот период распространения инфекционных заболеваний. На этом слайде мы видим, что значительную роль на занос ковида 19 в Россию имело место количество людей въезжающих. В тот период прямая связь. Как больше въезжает, что определено зеленым, буквально через 10 дней мы видим такую же вспышку ковида 19 в России, когда примерно 3 миллиона людей на том этапе. Причем именно не из Китая приезжали, а приезжали из Италии, из европейских стран, из Турции и так далее. И все они явились источником инфекции. Ну вот видим, что творилось, что творится в метро. Сейчас-то уже может меньше, конечно, столботворение на одной из станций, когда люди по полчаса шли до экскаваторов, до экскаваторов и до экскаваторов, чтобы подняться наверх. Да, ну вот атипичное проявление некоторых инфекций, которые я отмечал в качестве факторов эволюции. При геморрагических лихорадок с почечным синдромом, нервные поражаются, раньше не было, дыхательная система. Кроме Конга лихорадка, уже редко геморрагии, меньгенцефалиты, бывает, чего раньше не было. При лихорадке западного Нива меньгенцефалиты, холера, гастритический вариант, легенолиоз, дает гепатит, эндокардит. Ну, чума, вот мне приходилось видеть даже дакриоциститы, то есть поражение глаз ангины, чумные, чего раньше никогда тоже не было. Диаремия, синдром пролихорадки Болни не был характерен. Сибирская язва, мы видим, что были медиастениты, менингиты и так далее. В целом, что характерно для современной инфекции? Затяжное течение, персистенция возбудителя, развитие на фоне сопутствующей заболевых патологий, поморбидности, относительно высокой летальности. Вот показана сибирская язва орофарингеальная форма. Обычно мы знаем самое частое кожное, сибириазвный карбонку. Здесь мы видим орофарингеальная форма, налеты на миндальных у ребенка 4 лет, которые развились вследствие потребления инфицированной крови, оленей и так далее. Да, ну вот здесь тоже показана орофарингеальная генгивит, показаны отек подкожно-жировой клетчатки при этой форме. Проблемы существуют при идентификации возбудителя, если инфекционная болезнь неясная этиология. Ну что так, бывает отсутствие характерной клинической картины, стертое течение на фоне приема лекарственных препаратов, отсутствие специфических диагностикумов, сейчас, слава Богу, какие-то появляются, появляются нехарактерные для данной территории возбудители, появляются новые виды, появляются забытые инфекции, риск заражения медицинского персонала, угроза быстрого развития эпидемии, все это есть в настоящий момент, и все это нам угрожает каждый день. Вот видно, что в наше время большая доля инфекционных синдромов так проходит, она не расшифровывается. Например, очень респираторных, до 15-25% респираторных инфекций так остаются неизвестные причины их. При гастроэнтеритах, особенно кишечных инфекций, 50% мы не знаем их причину. Геморрагическая лихорадка тоже, геморраги есть, 20% лихорадка есть, 20% неизвестной причины. Менингиты до 60-80% не знаем причину. Гепатиты и так далее. Видно, что мало что меняется, прогресс идет, но большая масса, может быть, следствие позднего обращения людей, может быть, следствие других факторов, большое число лихорадок, которые являются основным признаком инфекционных заболеваний, они не расшифровываются. Вот можно видеть, что где-то в 1961 году на этом слайде показаны, ну, какие основные причины лихорадок, помимо инфекций. Это опухоли, воспалительные заболевания, ремотодные и так далее, другие заболевания. Вот. И вот в 1961 году 90% лихорадок все-таки, так сказать, мы могли узнать, предположить по данным этиологической расшифровки или эпидемиологии, могли сказать, какой причиной они являются. А вот в 2007 году уже 50% лихорадок мы до сих пор не знаем, какая причина. То есть прогресс идет, количество таких неопределенных инфекционных заболеваний остается достаточно большим. Но большое значение имеет микс инфекции, это так называемая коморбидность в инфекционной практике. Здесь особенно часто это было в 90-е годы, когда одновременно мы видели у больных ВИЧ-инфекции и туберкулез, и гепатит. Одновременно у больного находится вирусный гепатит, плюс туберкулез, плюс ВИЧ-инфекция. Это было наиболее часто читание. То есть редко мы видели, что был один туберкулез или один или одна ВИЧ-инфекция. Все это было в комплексе. Да. Ну вот и число больных ВИЧ-инфекции растет, и очень часто именно эти люди, у нас уже около полутора миллионов в России ВИЧ-инфицированных, и большое количество они страдают сразу, у них развивается по несколько сочетанных инфекций, гепатит у них тут, и у них другие заболевания, которые не инфекционные, онкозаболевания и так далее, количество их растет. Мы видим, что растет сексис, количество сексиса увеличивается, этическое течение инфекции, инфекции, также увеличивается. Часто мы запаздываем на эпидемии лихорадки Эбола, показаны, да и часто сейчас на коронавирус, когда поздно запаздываем с диагностикой, и поэтому поздно включаем наши профилактические и другие меры. Вот в Линее было в 2013 году, только идентификация возбудителя произошла. Через три месяца Всемирная организация объявила об эпидемии уже практически через шесть месяцев только объявили, что идет пандемия, пандемия лихорадки Эбола. Ну и вот о том, что я говорил, что в основном очень часто болеет медицинский работник. Вот здесь видно, что на первых этапах в Африке они составляли основное число больных лихорадки Эбола, поскольку они без защиты и так далее работали. Кроме того, 55 медицинских работников, которые заболели короткой Эбола с подозрением на ее, посещали, были эвакуированы в различные страны, их лечили, и это тоже явилось угрозой дальнейшего распространения. Ну, особенно, если мы говорим об атипичном течении инфекции, то особенно пугают бессимптомные течения, которые не позволяют вовремя проводить противоэпидемические мероприятия. Ну, вот есть такие инфекции, инфекции передаваем половым путем, например, хламидия, хламидия трахоматис, до 80% женщин и до 50% мужчин имеют бессимптомные течения инфекции. Мессерия гонорея, это очень частная. У женщин более 50% бессимптомных. Трихомонис вагиналис, тарихомониаз, большинство инфицированных мужчин и 50% женщин вообще не знают, что они страдают этими инфекциями. Да. Что бывает? В результате эти инфекции распространяются, но другое, более страшное, что это хронические воспалительные заболевания органов малого таза происходит у мужчин и у женщин. Причем длительные заболевания. В результате это влияет на инфекции клада, на мороженое, к демографию и так далее. Но другая ситуация, что они же являются источником постоянных хронического инфекции в организме человека. Каждый день в мире 1 миллион человек в возрасте 15-49 лет заражается инфекция передаваемым поворотом путем. В год регистрируется более 36 миллионов случаев заражения только четырьмя инфекциями. Хромедиоз, гонорея, трихомониаз, сифилис, не говоря уже о ВИЧ-инфекции и так далее. Каждый 25-й человек в мире инфицирован как минимум одной, а некоторые сразу несколькими из этих инфекций. Большинство случаев протекает бессимптомно и до момента тестирования человек может не до сих пор в мире наименее известные данные о распространении ИПП среди мужчин. Женщины еще обращаются без лечения. Они чреваты хроническим последствиям для здоровья, ирологические, сердечно-сосудистые, бесплодие, мертвороженность и так далее. Их расширяется спектр, новая инфекция выявляется. ВИЧ и инфекция является также ведущей проблемой попелома. Вирусы попелома человека инфекция такая попелома инфекция являются ведущими проблемами инфекции передаваемых половым путем. Ну вот тут показано, что в каких странах, в каких регионах, куда если вы поедете, где вы чаще всего заразитесь. Если вы поедете допустим в Африку там сифилис, если поедете в Австралию там гонорея, вы можете рассмотреть детально куда вы поедете и чем вы в результате заразитесь. Ну и прогресс отсутствует, насколько мы не знаем, сдерживаем распространение этих инфекций. Спектр разбудителей, как я говорил, расширяется, не свойственные ранние механизмы, бессимптомные течения, отстаемые диагностики, эффективные методы лечения тоже, резистентность к лекарственным препаратам, особенно гонорея сейчас уже плохо лечится антибиотиками. Да, и вакцин практически нет там вот этих инфекций, это тоже большое дело. Здесь большое значение имеет для распространения этих инфекций деградация традиционных семейных ценностей, расширение границ гендерной и половой идентичности, распространение стигматизации семейного насилия. Все эти факторы влияют, что эти болезни бушуют на земле. Вот, например, хвомидиоз в ряде стран. В Соединенных Штатах 19 миллионов в год, 19 миллионов в год хвомидиоза, хвомидиоза 5 миллионов, а всего этих инфекций передаем по-вым путем Соединенных Штатах каждый год 19 миллионов, в Европе 10 миллионов, но в России мы видим не диагностируем, полтора миллиона каждый год регистрируются этих инфекций. Да, ну вот здесь показано, что как будто бы безобидные, мы их не знаем, тихие инфекции, они могут провоцировать, если они долго находятся, заболевания, воспалительные хронические заболевания и могут являться источником вот среди пациентов с заболеваниями сердца, 37 процентов имели определенный тип инфекции в течение предыдущих трех месяцев. И с инсультом тоже 30 процентов, то есть люди с инфарктным инсультом чаще имели предшествующие заболевания, и одна треть этих заболеваний это наиболее часто распространенное это инфекции мочеводящих путей, потому что люди о них не знают, не говорят, не пытаются их диагностировать, они дают хроническое воспаление, вот на этом слайде показывают, что 30 процентов больше, особенно на ранних этапах первые две недели после перенесенных заболеваний бывают инфаркт или инсульт, мы часто не знаем причину, одна из этих причин. ну и заболеваемость на 10 тысяч населения мы видим особенно бурно растет в Соединенных Штатах, здесь представлены заболевания этих ЭПП, гонорея и хламидиоз, так вот в Соединенных Штатах хламидия трохоматитис резко вырастает, гонорея в меньшей степени в России наблюдается снижение этих инфекций, особенно часто это у мужчин имеющих связь с мужчинами, как это теперь называется гомосексуализм, вот заболеваемость хламидиоза в Соединенных Штатах мы видим, как растет больше всего, больше всего мы видим здесь рост идет у женщин, хламидиоз, если мы говорим так, а вот если сифилис, то тут тоже рост идет значительный, это в Европе тренд такой и где-то одновременно тут одновременно эти люди были ВИЧ-инфицированы в значительной степени эпидемиологии меняется этих инфекций классическое представление механизмов путя к передаче расширяется сочетается различные пути передачи изменяются пути передачи инфекций неотносимые к ЭПП например, сейчас часто можно у этих категорий лиц нетрадиционной сексуальной культуры у них гонококков ангина бывает раньше гонококком поражались нижние так сказать инфекции перед пуловой пути теперь гонококков ангина менингококков ретрит бывает если менингит раньше поражалось центральной нервной системой менингококков ретрит и так далее вот тут видно интимная взаимная передача возбудителей сосредственной оболочки гениталий другие анатомические области практика орально-генитальных контактов и так далее незащищенных и так далее заболеваемость ЭПП среди гомо- и бисексуалов и неградиционных гетеросексуалов представляют наибольшую угрозу у них атипичное течение язвенное некротическое поражение чаще всего венерические лимфогранулемы эпидемия ненингококцемии и ненингококков ретрита вызваны рекомбинатным штаммом то есть уже штамм гонореи и штамм ненингококков они между собой рекомбинируют и получаются тяжелые инфекции вот вы видите особенность современного первичного вторичного сифилиса язвенное поражение гнойная пустулезные поражения и так далее вот в Англии 40% сифилиса это оральный сифилис здесь мы видим эти поражения вот проблема экстрагенитальной локализации возбудителя и ПП она очень важна вот исследование нашего института центрального института эпидемиологии показано что очень часто мы находим возбудителя не столько в мочевых мотях сколько в прямой кишке полость рта очень часто эти возбудители обнаруживаются там очень трудно вести диагностику вот здесь показано считается что половые органы грибами кандида особенно значит это бывает такие поражаются женщины влагалище происходит обмен разными видами микроорганизмов в том числе грибковыми ну вот пример я хотел обратить внимание только на заболеваем к примеру как заболеваем сгиб вакцинация от гепатита вроде гепатита калорий путем передается кишечный пищевооральный кишечный фекальный механизм передачи но в этом случае мы видим несмотря на это что там вроде все чисто с питанием и так далее как резко выросло в 16-17 году заболеваем с гепатитом а в Европе в основном во Франции в Германии в разных странах Европы в Италии резко выросла заболеваемость гепатитом а вот и здесь на этом примере мы видим что в основном основная масса заболевших это значит если раньше мужчины и женщины в одинаковой степени болели прежние годы то вот начиная с 16-17 годах резкий подъем заболеваемости гепатитом а среди мужчин был но было обращено внимание при секвенировании какие штаммы вируса гепатита называют вспышкой в Европе в 16-17 году здесь представлены три класса штаммов гепатита субтипа 1А мы обратили внимание что же делается подъем гепатита обнаружился в то время и в центральных регионах России в различных возрастно-половых группах и вот мы видим что если смотреть 15-й год и 16-й год то у нас тоже мужчины и женщины болели в одинаковой степени в Москве особенно это выручено а вот если посмотреть 17-й год уже в Москве в два раза больше мужчины болели чем болели женщины та же самая ситуация может меньше выраженная наблюдала в Санкт-Петербурге в Московской области также когда если прежние годы 15-16 в основном болели одинаково мужчины и женщины сейчас основные заболевшие то есть где-то что-то нарушение идет в Европе и так далее все это нам передается и штаммы вот здесь как показан секвенс это те же самые штаммы которые имели место в Европе в те годы да ну я хотел внимание что трансплантация трансплантология тоже грозит риском если не проверяются ткани которые пересаживаются ну вот тут новый аренавирус был у погибших после трансплантации человек гулял из Австралии гулял в Африке заразился каким-то заболеванием вернулся в Австралию умер и не могли диагностировать какой вирус у него был люди пересадили почки пересадили другие ткани от этого человека и произошло массивное распространение данной вот новой аренавирусной инфекцией ну вот есть такой акантомебный кератит который связан с тем что линзы которые никак следует не повозкают и так далее то есть тоже передается при этих всех мероприятиях передается акантомебная амеба особая амеба акантомеба который вызывает тяжелый кератит мы видим другую форму ятрогенный ботулизм сейчас уже ботулотоксина наиболее распространенное лекарство ранее считался яд применялся для бактериологической войны и так далее а сейчас этот ботулотоксин токсичный применяют и вызывают гетерогены когда у людей уже бывает ботулизм вызвали нашей медицинской деятельностью да ну вот если говорить о будущем доклад комитета по обзору и функционированию международных медико-санитарных правил после 9-го года ВОЗ выработало медико-санитарные правила чтобы сохранить весь мир от новых инфекций ну в результате анализа который они провели в 11-м году после пандемии 9-го 10-го года гриппа H1N1 они заключили что мир плохо подготовлен к реагированию на сильные пандемии или на любые подобные глобальные длительные угрожающие общественное здравоохранение чрезвычайной ситуации и написано что несмотря на прогресс который представляет собой вот эти меморандум и успеха ВОЗ мобилизации вкладов со стороны глобального сообщества неизбежная реальность заключается в том что во время тяжелой глобальной пандемии риску смерти будут подвергаться десятки миллионов человек что мы видим на примере COVID-19 если этот фундаментальный разрыв между глобальными потребностями и глобальными возможностями не будет ликвидирован в будущем нас ожидает катастрофа вот показано как реакция людей какая происходит реакция людей на эти события если мы обратим внимание на 19 век вот что я представлял холерный бунт в России в то время да ну вот можно посмотреть эпидемию холеры в России в 1892 году видите то же самое поливание водой то же самое разгон демонстрации который нередко применяется сейчас вот тут был холерный бунт в Гаити показывали сколько там было больных холерой холерный бунт одновременно сочетался вот беспорядки в мире из-за коронавирусного карантина Санкт-Петсков в более чем 40 странах со всех континентов более миллиона человек протестовало в Бразилии и Танзании инспирированы президенты президенты говорили сейчас судят судят президента Бразилии за то что он наоборот отказывался от вакцинации и так далее в Европе демонстранты протестуют против жестких мер карантин коронавирусных ограничений ну вот Пастер Великий Пастер говорил господа за микробами последнее слово но видя такую активную аудиторию которая имела место всем как люди активно пришли и работали я думаю что последнее слово не за микробами а за терапевтами которые будут активно работать профилактики инфекционных болезней спасибо за внимание спасибо за внимание спасибо за внимание